Всем привет! Сегодня у нас будет уникальное видео впервые на канале. Это Turbo Short Block из Кореи G4 KH. У нас находится на ремонте несколько таких моторов. И одну из машин мы делаем с заменой Short Block полностью. Об той машине будет отдельное видео на канале. Я думаю, что позже. Может быть его не будет, я не знаю. Но видео про Short Block новое обязательно нужно снять. Ремонтный пашней на турбомоторе не существует. G4 KH. Ходят они мало. У нас на канале есть видео про ремонт двигателя для Спортажа. Там блок гильзовался. Почему гильзуется блок? По нищете клиента, скажем прямо, по нищете. То есть, когда нет денег на новый двигатель или Short Block, начинается краилово. Гильзовка блока это, по сути, краиловая экономия денег. То есть, это надо ясно себе понимать. Заводам-изготовителям никакая гильзовка не предусмотрена для данного двигателя. Только лишь замена блока целиком, либо двигателя. Что из себя представляет Short Block? Это блок в сборе с поршнями, с шатунами и коленвалом и нижней плитой. То есть, здесь не должно быть балансиров, масляного насоса, поддона и всего остального прочего. То есть, за это еще придется заплатить. На Sorento Short Block для сравнения стоит около 400 тысяч. Поэтому, когда люди говорят, что им там 150-200 тысяч за ремонт дорого, ну, остается только посмеяться над этими словами. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я сниму вот эту пленочку и мы посмотрим маркировку. Так, давайте посмотрим. Я убрал пленочку. Смотрите, здесь вырезаны маркировки, то есть, прям по картону. Я такое встречал уже неоднократно и чуть позже объясню, почему такое происходит. Здесь есть стикеры. Некие стикеры. Вот здесь вот G4K, аж мы видим маркировка. И, собственно говоря, номер. Engine Asi Short. То есть, сборка двигателя короткая. И вот этот вот номер. Это номер, собственно, вот этой вот коробки, по которому его можно заказать. Теперь, за сколько клиент купил его? Кстати, смотрите, тоже этикетка вырезана. Видите, какие-то остатки даже стикерами были, но все это вырезали, удалили. Это сделал не я. Клиент купил вот эту коробку за 140 тысяч. Двигатель в Москве 200 тысяч продавался. Но там по фотографиям он сомнительного вида. То есть, явно видно, что восстановленный. Таких моторов очень много. А вот этот шортблок он покупал сам. То есть, он на самолете летал в Москву. Сам ездил туда. Ему показывали. Он присылал нам фотографии. 140 тысяч заплатил. Плюс доставка деловыми линиями до нас. Теперь берем вот этот номер и забиваем, например, понимаете, какие наценки вообще на запчасти? Откуда берутся дворцы на рублевке? Откуда берутся иномарочки дорогие? Вот они, реальные цены. Почему вырезаны куски картона? Могу ответить. Это серый импорт. Вот еще одна наклейка. Номер тот же самый. Могу рассказать очень интересную историю. У меня как-то клиент лет 4-5 назад сказал на Спортаже. Я, говорит, запчасти привезу сам. Ну, хорошо, говорю, но запчасти ты за них сам будешь отвечать. Ладно, говорит, меня это не волнует. Вы мне, говорит, сделайте. Короче говоря, он привез коробку вместе с машиной запчастей. В этой коробке было все. Массосъемные колпачки, все прокладки. Поршни были под гильзовку, кольца. Все оригинал. Действительно, все было оригинальное. И, говорит, как ты думаешь, сколько я заплатил за эту коробку? Я так посмотрел на запчасти, ну, наверное, 1050-60-40. Нет, говорит, обошлась она мне около 12 или 14 тысяч с доставкой DHL. Если бы посылалась обычной почтой, скорее, это бы вышло 1007. Вот реальная стоимость этих запчастей. И они становятся просто золотыми, когда пересекают границу и доходят к конечному потребителю. Вот эти все удаления маркировок, это просто попытка снизить стоимость. То есть, пересечь границу с серым импортом, удалить маркировки. Знающие люди, кстати, если хотите, напишите более подробно о таких схемах. То есть, я примерно обрисовал. Это серый импорт с удалением маркировок. Встречаются и запчасти такие. То есть, маркировки. Помните видео про кроссовки Adidas, где лейбл отклеивается, нашитый, отрывается, а под ним маркировка Adidas. Вот это примерно то же самое, как кроссовки. Вот это вот запчасти по серым каналам импорта. Можно долго спорить по поводу того, насколько это законно, но, тем не менее, это реальный шанс снизить стоимость запчастей для конечного потребителя. В обход, скажем так, некоторых платежей официальных. То есть, вот эта вот растаможка, она очень дорого, видимо, стоит, если так делать. Но сейчас приступим к распаковке. 400 тысяч и 140, неплохо, да, разница? У кого-то машина столько стоит. Опять мы видим гениальную упаковку. Вот эту вот. Запенили. Судя по всему, слушайте, мы первые, то есть, в Москве, это все дело не скрывалось. Ему показали какой-то блок, и вот мы будем первыми, что его вскроет с завода. Так вот, целый мешок этой пены я вытащил отсюда. И, собственно говоря, шорт-блок, типа новый. Типа. Типа. Надеюсь, что будет реально новый. Иначе автомобиль, который у нас сейчас находится, он просто встанет. Без этого дела. Немножко объясню, почему мы покупаем шорт-блок. Я сказал, что будет отдельное видео. Так вот, там турбомашина с этим двигателем G4K, 272 силы. На вот этой алюминиевой сопле, блок алюминиевый, двухлитровый, с турбиной TD-04, про нее снимается отдельное видео. Проблема в том, что один цилиндр просто разорвало. То есть, клиент сразу сказал честно, я на ней гоняю и хочу на ней еще проездить несколько лет. То есть, машина его устраивает. Стольник прошел мотор и кончился. То есть, сами понимаете, гильзовка имеет большие риски, что, в принципе, этот мотор может не выходить и полгода, и года. Я сразу клиенту объяснил все риски по поводу гильзовки. Он долго думал, смотрел, выбирал варианты, замена двигателя, все остальное. Вот решил остановиться на шорт-блоке. Мы достали блок из коробки, распаковали. Он еще холодный. Потому что машина с ним не стояла в теплом боксе. Пока он будет греться, я произведу наружный осмотр. Мы посмотрим все внимательно. Заводской хон, качество фрезеровки, плоскости, облой, все остальное. Давайте начнем с герметика. Герметик здесь черный. Нанесен довольно грубенько. Вот такие вот все сопли везде торчат. И вот такое пятно имеется герметика здесь. Может быть, кто-то просто палец вытер после нанесения герметика. Но что-то на машины нанесения мало похоже. Потому что все-таки с завода герметик более ровно наносится. Как-то непонятно, кто его собрал. Герметик этот лактайт. Такая у него структура резиновая. Блок мы будем с согласия клиента полностью разбирать. То есть я сниму нижнюю плиту. Мы открутим коленвал, все посмотрим. Сделаем промеры цилиндров. Так, что еще? Слив масла. Здесь турбины. Здесь подача масла на турбину. Так, теперь смотрите, что я нашел. Что я нашел? Большая стружка. По плоскостям могу сказать одно. Это действительно новый блок. То есть он не восстановленный, не от пескоструйный. Следов песочки, дроби нет. Следов окрашивания красками тоже нет. То есть это реально новый алюминий и не взятый где-то с помойки. Это я вам могу сказать точно. Потому что крашенные восстановленные детали я, например, сразу вижу. Здесь все реально заводское. Теперь цвет вкладыша черный, коренной. Здесь вот тоже какие-то сопли герметика висят, размазанные. Здесь вот, видимо, палец вытерли. Корейские уаси или уаси на сборке. Хотя не знаю, кто его собрал. Может быть, это самосборка какая-то корейская. Никто этого не знает. Но тем не менее он новый, это факт. Пойдем дальше. Плоскость. Очень интересная фрезеровка. Она сделана, видимо, многоперой фрезой. Потому что качество у нее, видите, такое. Нет характерных для наших фрезеровок этих полосочек. Соответственно, здесь с этим все замечательно. В плане бреда, может быть, китайцы с завода воруют. И где-то там в своих китайских гаражах собирают. Появляются такие шорт-блоки. Но это так. Мои домышления, измышления. Группа B, группа B и B и B. Все поршни одинаковые. Но есть прикол. Его покажем позже. Чем сделан этот хон? Посмотрите на него. Настоящий заводской хон. Выглядит очень интересно. Такие вот полосы. Вот он, хон. То есть, сеточка хона 45 градусов, угол наклона имеет. Но вот эти полосы прям вообще интересные. Вот это следы мойки, судя по всему. Химическое. Не знаю, что-то все здесь вот так вот прошло. Чувствуется какая-то консервация. То есть, вот он жирненький немножко. Я ощущаю. И здесь люфт поршней. Но нет, давайте не будем забегать вперед. Перевернем блок, посмотрим. Он еще холодный. Я не могу нормально сделать замер. Что мы делаем? Проверяем посадку заднего сальника. Насколько ровно он стоит в своем посадочном месте. Сейчас, подожди. У нас на цифровом штангенциркуле вот здесь вот миллиметр и четыре. Как бы вам показать. Это вот от кромки блока до сальника. Поехали. Приходим сюда. Теперь смотрите, какая щель от штангенциркуля до блока. Как бы вам ее показать. Во! Где-то даже на глаз сальник стоит с перекосом около миллиметра. Если вы так поставите блок, он у вас потечет через 5-10 тысяч километров. Может быть, даже сразу выставили штангенциркуль. Смотрите. Миллиметр 0,5. Ну, я соврал то, что миллиметр перекоса. Здесь, короче, четыре десятки фактически. 0,35 перекоса по сальнику. Мы вставляем вот так вот цифровым штангелем, когда собираем. И после этого нареканий на течи нет. Сальник стоит криво. Тоже собирал этот блок интересный. Помните легендарные жилюли, где мы покупали, а точнее клиент покупал новый блок вазовский. И мы в цилиндре нашли ржавый харчок. То есть, на хон кто-то харкнул на вазе и отправил блок в розницу. Вот я все ищу харчок здесь. Будет он или нет. Пока что нашел только вот это. Маркировка на коленвале присутствует. Это подбор по таблице вкладышей. Здесь тоже было все. Так, не здесь. Здесь на блоке тоже есть маркировка. Она не спилена. Все хорошо. Теперь мы будем каждую поверхность осматривать тщательно. Это за последние, наверное, 5 лет. Это первый случай, когда на корейце мы можем в руках подержать новый шортблок. А они увидят где-то там на видео. Они склеили плиту блока. Да, то есть вы видите, никакого насоса здесь нет. То есть еще к нему надо купить насос, купить прокладку, ГРМ, все остальное. Короче, вложений тут еще немало. Они склеили на герметик нижнюю плиту блока и вот затянули два болта. Вот эти болты здесь быть не должны. Эти болты, насос крепится другими болтами. Не знаю, вот они здесь стоят. Здесь болтов нет. Здесь тоже нет ничего. Здесь нет. Здесь только два болта. То есть за 140 тысяч вы получите раз, два, три, четыре, пять. Пять болтов. На все остальное деньги пожалели. Болтов нет. Теперь у меня вопрос. А не вклинил ли этот блок с завода? Может он уже заклинивший? Нет. Он крутит. Подвижность коленвал имеет. Если присмотреться поближе, то можно увидеть след от шляпки болта здесь, 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 здесь. Здесь вроде не видно. А, даже здесь болты были. Кто их украл? Когда успели украсть болты шорт-блока? Я поражаюсь. Кто? Кому нужны эти болты? На следующий шорт-блок? Ну, может быть. Гварьё. 2017 год. Клеймо. Прокладка. Хоть прокладку не украли. Украли бы масло за этот, кронштейн, чего уж там. Он же не нужен на шорт-блоке. Продадите потом его. Номер блока присутствует. Площадка фрезерована. На заводских блоках всё то же самое. Так что здесь я не эксперт по клеймению. Ну, вроде как всё соответствует. Всё нормально. G4 KH. Вот эти ворованные болты меня наводят на мысль. А вдруг там вкладышей не будет где-нибудь в середине коленвала? Мы его запустим. Там давления не будет. Всё разобьёт. Потом клиент с криками. Что вы наделали? Я такие деньги потратил. За что я заплатил? Разберём его полностью. Вычистим весь этот герметик. Проверим вкладыши, коленвал. Всё посмотрим. Колен вращается. Так, ну вроде бы даже новые запчасти. Новый блок. Герметик здесь ровненько нанесён. Колено крутится. На заднем фоне клиент писается кипятком от счастья. Я опустил первый четвёртый поршень в нижнюю мёртвую точку. Давайте посмотрим, что у нас здесь с цилиндрами. Ну заводской хон просто волшебный. Волшебный. Нам после хонинговки санан вообще теперь можно ничего не бояться. Смотрите. Какие-то проплешины, какие-то участки. Какая-то чернота висит. Не антифрикционное покрытие ли это уже сдирается. Прям весь вот лохмотями такой хон. О! Но довольно гладкий. Я не хочу ничего сказать плохого. То есть в принципе хон гладенький. Такой шероховатости мы достичь здесь в России не можем. У нас хон грубее. Это я вам могу сказать 100%. В этом один из секретов того, почему с завода на тонких кольцах эти моторы масла особо не берут. Ну по крайней мере тысяч до 50-100. Именно в шероховатости хона и качестве геометрии блока. Нового блока я имею ввиду. А не ремонтного. Прорези тоже присутствуют. Вот они. На турбомоторе они есть. Все здесь нормально. Ну и сейчас наверное мы с вами посмотрим как шатаются поршни. Наша знаменитая пошатайка. Второй цилиндр. А в плоскости пальцев тоже есть. Болтается вообще. И так болтается, и сяк болтается. Самая конечно жесть здесь. Давай нет с первого сначала. Не будем людей шокировать сразу. Чего-то стучит. Чтобы это стучит на новом моторе. Поршень стучит. Как вам, а? Как тебе такое Илон Маск? Новый блок, новый поршень. С огромным трудом мы смогли отбить плиту. Свежий локтайт. И то, что походило в моторе, подверглась многочисленным температурным нагревам и охлаждениям. Это две разные вещи. Он намертво вклеил плиту. Мы еле-еле сняли. Даже пришлось прогревать кромки. То есть дать немножко температуру ему. И только после этого он поддался. Мощный герметик. В принципе, нанесение герметика вроде бы похоже на заводское. Довольно много его здесь нанесли. Коленвал ТЭТА 2.0. Полно противовесный. Все противовесы на месте. Были вопросы по непротивовесным коленвалам на G4K, штурбо. Отвечаю. Такие коленвалы мне встречались. Был мотор, мы разбирали. Был там коленвал неполно противовесный. И со складов запчасти приходил коленвал тоже такой же обрезанный. Поэтому здесь вопрос очень интересный. То есть все-таки в основном идут полно противовесные коленвалы. У японцев император лично собирает моторы тойотовские. А здесь, видимо, собственно, вот этой желтенькой мочой обливает шортблоки перед отправкой в Россию. Другого объяснения тому, что я вижу на коленвале, у меня нет. Что это такое? Какое-то масло, но очень желтое. То есть искали харчок, нашли мочу. Везде точки ржавчины на коленвале. Вот они везде на штунах. Ну, это мелочи все, это ерунда. Маркировка. Единичка есть, двойки нет. Вообще нет. Тройка, четверка, пятерка есть. Коленвал новый. Следов работы сальника нет. Так, сам сальник. Сальник у нас. Сальник оригинал. Завод. То есть не подделка, не переупаковка. Бороздочки есть. Все как положено. Сальник настоящий. Подписал шатуны. И вторую крышку коленвала. Так, я раскрутил шатуны, корни. И вот, давайте посмотрим. Чуть, чуть, вкладыш-то вылетел. Пипец какой-то, а. Да ладно вам, ребята, я пошутил. Вот этот вкладыш там был. Это будущее этого блока. Тысяча через 70-100. Если будете наваливать на ней и жарить. Извините. Снял крышки. Ну, вроде все на первый взгляд. Все хорошо. Все замечательно. Вкладыши с покрытием. Подбор по цветам присутствует заводской. Так что, два вкладыша А, два Б. Вот эти вкладыши, которые со временем протрутся и станут вот такими. Но пока что это все новое. Все действительно новое. Это замечательно. Никаких ремонтных вкладышей. Форсунки масляные присутствуют. Они здесь на турбо-версии есть. Коренные вкладыши тоже новые, тоже заводские. Тоже подбор по цветам имеет место быть. Здесь все замечательно. Остается последний этап. Промер геометрии. Сейчас буду вытаскивать поршни с шатунами. Пописал клиенту. Все новое, заводское, настоящее. Ну, он выдохнул. Монтажной пасты никакой нет. Все, что вы используете на показ, на потеху публики, эти спреи. Ничего здесь такого нет. Какой-нибудь дешевый минералки, наверное. Поршни новые, шатуны новые, покрыты ржавчинками. Но ничего страшного в этом нет. Сейчас будем доставать поршневую. Колено новое, завод. Существуют еще не оригинальные клинвалы. Но я видел такие, держал в руках. Они отличаются и по шагрении, и по маркировкам, по всему. Не ходят они совершенно. Так что не испытывайте судьбу, не ставьте такие клинвалы. Чугунные гильзы. Залиты в алюминиевый корпус блока. Вот они здесь прекрасно видны. Вы скажете, что ж ты так, автор, поносишь гильзовку, когда завода блок тоже с гильзами. Так вот, ребята, эти гильзы заводские, они влиты в алюминий под давлением. То есть там перехода нет. Да, гильзовка делается с натягом. Но все равно, все равно гильзовка есть гильзовка. А гильзы, которые сцеплены с блоком, это немножечко другое. Кольца коробчатые на турбоверсии. Усилено второе компрессионное кольцо относительно простой атмосферной версии. Наборные кольца на турбомотор они не ставят, потому что быстренько все это заляжет. А вот эти чугунные походят побольше. Но сделаны вот эти редкие тоненькие отверстия. Они забиваются коксом. Если вы льете плохое масло, редко меняете. И, соответственно, масложор где-то уже с 70-80 начинается. Палец шатуния плавающий. Втулка. Много ржавинок. Но, тем не менее, все это новое, заводское. Не с помойки, не восстановленное. Какое-нибудь там еще. Маркировки все, какие положено быть, присутствуют. Все именно завод. Покрытие не протертое, не царапанное. Здесь все хорошо. Теперь осталось только замерить геометрию цилиндров. По поводу разведения замков. На некоторых воршнях здесь разведены кольца нормально. Ну, здесь вот на первом, например, маслосъемная и компрессионная почти рядом находятся. Все это ерунда. И когда вы там видите какие-то видео, как правильно поставить замки, я вам скажу так. За 50-60 километров пробега после сборки эти кольца несколько раз обернутся вокруг себя. По оси я имею в виду. Так что фигня все эти замки ваши, что вы там рассказываете людям, имели место неоднократно в этом убедиться. Был случай, не один, но рассказывать сейчас об этом подробнее я не стану. Верьте во что хотите. В замки, в расположение замков. Да, разводить при сборке их нужно, но это все ерунда полная. Без топоров, как на мотоциклах, все эти кольца по канавкам бегают только так туда-сюда. Фасочка для захода колец и поршня в цилиндр присутствует. Видите, сверху такой кантик светлый, это алюминий. А под ним темное, это уже чугунная гильза, влитая в блок. Корейский хон, красавец. О, вы еще на русский хон жалуетесь. Смотрите, как в глазах плывет. Толщина перемычки 10,5 мм. Достаточно неплохо. Много звонков по этому мотору. Начинаешь у людей спрашивать, а что с мотором? Да все, полный хлам. То есть и колено, и вкладыши, и головка. Все размолотило, все задралось, все перемололо, переживало. Пробеги, ну вот около сотки примерно, 100-120. Вот его ресурс, этого мотора. Красивый, яркий, но короткий срок жизни турбомотора. Когда начинаешь проценивать, ну фактически уже нет смысла ремонтировать. То есть это и постели по головке испорчены, и колено менять, и запчасти вот эти дорогие. Поршни, шатуны, вкладыши проворачивают, несмотря на то, что очень шатуны усиленные. Видите, они такие как молоток. Поршни все одинаковые. Минус две сотки от размера. То есть от нуля. Сейчас по этому размеру мы выставляем нутромер на ноль. И пойдем посмотрим, какие зазоры. Перед тем, как я покажу замеры, они, честно говоря, меня лично шокировали. Я скажу, что я ждал от нового блока. Я ждал здесь идеальных размеров. То есть, ну, все-таки как это реально заводская деталь. Это видно, что она сделана не в подвалах где-то. Ты ждешь идеальной геометрии. Потому что все-таки это завод. Ты ждешь того, что здесь не будет конуса и эллипса. Теперь по поводу нутромера. У нас много было споров с расточниками, с гильзовщиками. Когда мы привозили им такие блоки на промеры, после того, как сами мерили, они не находили, например, эллипса в три сотки, показывался эллипс одна сотка. Мы начали обращать внимание на инструменты. Практически у всех расточников, гильзовщиков, вот эти нутромеры, они стертые. Все вот эти пятачки, они вытертые. То есть они постоянно меряют свежеотхонингованный цилиндр. Он шероховатый. У них все это стирается, съедается. И такое впечатление, что у нас, как бы, вот этот нутромер, которым мы пользуемся не настолько часто, как расточники, то есть у нас количество блоков идет меньше через нас, он более точно показывает. К сожалению, увы и ах. Четвертый цилиндр плоскости юбки поршня. Вверху четыре сотки. Внизу, в середине, четыре, даже четыре с половиной я увидел, то есть небольшая бочка. Четыре. Переходим в плоскость пальца. Какая-то жесть. Две сотки. Две, две с половиной. В середине тоже две. Вверху даже меньше, чем две. Ну, две, скажем. Две сотки эллипса по четвертому цилиндру. Две сотки, господа. Да, когда у нас на наших станках достигается эллипс сотка, даже меньше. Третий цилиндр. Четыре сотки вверху. Плоскость юбки. Четыре сотки внизу. Четыре. Зазор четыре. Ну, турбомотор на литых поршнях нормально. На ковке зазор побольше делается. Так, две с половиной внизу, в середине. И вот вверху, если мы вообще кверху подходим, две сотки. Ну, это, господа, капец какой-то. Второй цилиндр. Четыре, четыре, а нет, три с половиной вверху. В середине четыре. Внизу четыре с половиной. Еще и конус. Три сотки в середине, повыше. Три. И уходит к двум. Кошмар какой-то. Вот это завод. Четыре сотки по первому цилиндру. Середина четыре. Четыре внизу. Идем дальше. Три сотки. Три. И в самом-самом верху уходит к двум. К двум соткам. Это фиаско, братан. Я такого вообще не ожидал. Ты что, вот это они собирают на заводе? Это кто это делает? Китай? Корея? Ну, это же вообще у меня слов здесь цивильных нет. Здесь и конус есть, и бочка, и эллипс. Здесь все есть. Все, что душе пожелается. Эллипс две сотки. Ну, в принципе, расточники некоторые говорят, что даже до трех соток эллипс это нормально. Сотка это отлично. В пределах, как они говорят, погрешности измерительного прибора. В принципе, когда здесь наши люди делают блоки, гильзовка, расточка, то геометрия укладывается около сотки. То есть, обычно говорится, что погрешность у них измерительного инструмента сотка, и это все в допуске. Поэтому ждать нулевых значений по эллипсности и конусности, конечно, не стоит. Но вот то, что здесь завода мы увидели, это, конечно, очень интересно. Это никакими допусками на погрешность инструмента оправдать невозможно. Никто на заводе не сидит, не делает каждый блок. Там идет конвейер, там есть, видимо, свой какой-то допуск, и вот они шлепают это все на потоке. Пробегу 80-100 тысяч это все расплывется, раздуется, появится еще больше эллипса. Он придет к соткам 5, 4, 6, зазоры вырастут, потом к 10 соткам он еще и масло сжать начнет, а к 100 тысячам он вполне себе спокойно развалит. Можно, конечно, здесь покричать о том, что какой плохой блок, какая плохая геометрия, но для завода, очевидно, это норма. 4 сотки зазора есть, теплового для турбомотора с литыми поршнями это нормально. Эллипсность, да, 2 сотки, это немножко неприятно. Но деваться некуда, если даже мы возьмем хон-головку и начнем елозить в блоке, мы эллипсность хоном не уберем, мы просто увеличим зазор еще больше, там соток до 6, и эллипс он так и останется. Поэтому здесь делать нечего с ним, будем собирать машину как есть, вот как он есть с завода. Просто мы получили очень интересный опыт, мы посмотрели, как делает завод, с каким качеством он делает эти блоки, имейте в виду, это Корея, либо Китай. На этом, в принципе, все. Мы продолжим сборку, но о ремонте этого автомобиля будет снято отдельное видео. Надеюсь, и опубликовано на канале, но уже в следующем году. Всем спасибо за просмотр. Копите деньги на шорт-блоки, покупайте новые моторы, либо блоки. Потому что с такими тенденциями курса рубля и доллара и стоимостью новых машин и бушных на вторичном рынке, я думаю, вот этот ремонт с блоками, либо просто с гильзовкой, он все больше и больше будет набирать актуальность. До свидания. Вот перед нами снята головка Rio. Если у вас все еще есть какие-то сомнения по поводу заводского хона, посмотрите, такой же хон вот этими мазками, то есть вот такими лаптями, ломтями. Вот он перед вами. Все прекрасно видно, что то же самое, третий цилиндр. Это блок 1.4. Еще есть одна из теорий о том, что в кольцах поршневых у корейцев маленькие зазоры, из-за этого что-то там задирает. Я не хочу сейчас ничего сказать плохого про тех, кто эту теорию озвучил. Как бы все имеет место быть всем мнением, поэтому прошу не рассматривать это как кидание камнями в чей бы то либо огород. То есть вот здесь нам предоставляется прекрасная возможность. Заводские кольца, заводской цилиндр, то есть заводской хон. И мы возьмем щупы и посмотрим, что у нас здесь с зазорами в замках колец. Большие они или маленькие. Для этого я поставил первое компрессионное и второе компрессионное, соответственно, в цилиндры. Сейчас я передам камеру. Вообще на этом моторе с масляными форсунками, в сущности, проблем с задирами нет никаких. Проблема, в общем-то, с самим блоком, что он слишком жидкий. Так, можно немножко в сторону. Ладно, попробуем. Так, щуп 0.23 пролезает. Первое компрессионное. 28, 0.3, свободно. Вот. 35 уже туговато. 38, вот туго, 0.38. Так, берем щуп 0.4 и он сюда не лезет. В общем, зазор по первому компрессионному я намерил 0.38. Я считаю, что этого вполне достаточно. То есть, здесь с зазорами проблем нет. Перейдем к второму компрессионному. Здесь зазор даже на глаз видно, что большой. Больше, чем по первому. Щуп 0.45 лезет свободно. Переходим вот щуп 0.5. 0.5 сюда. Еле-еле, но влезает. 0.5. Это второе компрессионное кольцо. 0.53 сюда уже не лезет. Итак, зазор по второму 0.5 миллиметра. 0.38, 0.5 вполне достаточные зазоры. То есть, я не думаю, что здесь их нужно увеличивать, что-то с ними делать. Поэтому, я считаю, что эта теория, она не актуальна. Ну, а те, кто считает по-другому, пилите замки, пилите шура, пилите. Они золотые, как говорил один персонаж. Еще раз говорю, ни в чей огород ко мне не кидаю. Просто вот представился изумительный случай померить, собственно говоря, зазоры в заводском блоке новом. Не ходившем, ни бэушном, ни после ремонта. Так что все здесь зазорами в замках нормально. Ну, в общем-то и все. С дефектовкой, анализом, осмотром шорт-блока мы заканчиваем. И это видео тоже заканчивается. Может быть, вклеим разговор, записанный с дилером, про то, как они собирают К5. Не знаю, может и не вклеим. На то тоже такие вещи публиковать. Короче говоря, все на этом шорт-блоком. Вот просто для сравнения из мануала, скажем так, для G4KD. Это, правда, атмосферный двигатель. Но все равно, для понимания цифр, стандартная величина зазора в замке кольца. Первая компрессионная от 0.15 до 0.3. То есть у нас даже по турбомотору, вот если сравнивать с атмосферой, у нас по верхней границе, даже выше нее, первая компрессионная, вторая от 0.37 до 0.52. То есть вполне, как вы понимаете, предельно допустимые нормы для первого компрессионного это 0.5, для второго 0.7. Так что нормальные зазоры, они не маленькие, не заниженные, не уменьшенные. Делать с кольцами, я считаю, ничего не нужно. Всем спасибо за просмотр. По предыдущему видео Kia K5 было много вопросов, но могу выделить однотипные, в частности, что это не Kia K5. На самом деле это была именно Kia K5, по таким именем она продается на своем родном южнокорейском рынке. А то, что в России она продавалась под названием Optima, а Kia K5 и смена кузова произошли совсем недавно, это как бы немножко люди в эту тему не углубляются. Также были вопросы, почему двигатель работает так громко. На самом деле прямой впрыск, форсунки очень громко работают, плюс насос ТНВД. То есть все создает ощущение швейной машинки. И в следующем видео будет очень интересный, можно сказать, уникальный двигатель. Это G4NA, который называется NC семейства New с джедаем. В России такие моторы не продавались, и мы сделали капиталку, и видео сняли, оно готовится к показу. Теперь были вопросы, что вот вы гильзовали такой мотор G4K штурбы, и что с ним, где он. Вот сегодня клиент, собственно говоря, прислал отзыв. Он у вас на экране, то есть человек после ремонта с гильзовкой спецгильзами прошел на этом моторе 30 тысяч километров, масло двигатель не берет. Я, конечно, за него рад, то есть вариант ремонта с гильзовкой в данном случае имеет место быть. Оно ходит, работает, это все замечательно, но вопрос, насколько это всего хватит, этой гильзовки, я, честно сказать, не знаю. Также были вопросы, почему бы не сделать Darton. Darton сам по себе весьма дорог, и гарантии на него гильзовщики не дают никаких. То есть можно ввалить кучу денег, если этот Darton потечет, потому что все-таки это мокрая гильза с переходом на блок в нижней части гильзы. Соответственно, все. Ну, кто за это будет отвечать? Моторист, который собирал, скорее всего, будет он отвечать, потому что он последний, кто брал деньги с клиента. Поэтому в данном случае я предпочту с клиентом обстоятельно на эту тему поговорить, и обсудить вопрос гарантии и ответственности, кто за что отвечает. То есть в данном случае я хотя бы уверен, что новый шортблок, полностью разобранный и проверенный, будет ходить. Другой вопрос, это, конечно, геометрия. Но, как мы видим из отзыва клиента по Kia K5, он проехал уже около 8000 километров, и расхода масла у него нет. То есть, следовательно, компания, видимо, считает, что такая геометрия цилиндров является нормой. И в заводском исполнении HON с заводскими кольцами расход масла отсутствует. Что ж, примем это все к сведению. Информация очень интересная. Ну а далее я все-таки решился вставить запись разговора, который был довольно давно, несколько месяцев назад. Я сейчас не помню точно, то ли декабрь 2020 года, то ли январь. Впрочем, послушайте сами. Больше мне прокомментировать нечего. Всем спасибо, до свидания. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Звоню вам из Москвы. Тилерский центр, Kia. У нас, в общем, такая проблема. Новая K5, знаете, сейчас вышла. Алло. И что? На ней мотор 2.5. У нас механик, ну там, накосячил масло, вытекся из мотора, он заклинил. Вот. Ну там прихватило штатуршую шею. Крестную шею, точнее. Прихватило, там ее полирнуть на коленвале. Вопрос такой. Нам болты коренных шеек обязательно менять или можно старые оставить? Там пробега где-то было 5.30. Вот по вашему опыту, как они? Повторную можно использовать или обязательно менять? Повернутую шейку полируете? Да. Вы провернутую шейку полируете? Зачем? Ну, она практически не повреждена. Если провернуло вкладыш, это уже повреждение шейки? Так же нельзя? Вкладыш не провернуло вкладыш. Ну, его просто коленвал заклинило в этой шейке, и все, мотор остановился. Ну, если его заклинило, это уже не в порядке, значит, и с шейкой, и с коленвалом? Ну, шейку мы промерили, она в разницу, как бы, беет, ни никакого нет. Смыслами менять коленвал. Мы на завод его возили, нам сказали, ну, полируйте, и все, и будет дальше ходить. Совредитель незначительный, только замена вкладыша. Для вопрос, болты ГБЦ и болты переступышек, можно оставить старые или ничего менять? Болты ГБЦ старые оставить? Мы новые ставим, как уж. Конечно, менять. А если у них, просто технологии, написано, все менять нужно. Ну, и меняйте, меняйте. Никак вы их там не измеряете на вытяжке, они же тянутся по пределу. Они одноразовые считаются, меняйте, конечно. Понятно, просто хотелось как-то убешевить, чтобы механик меньше заплатил. Я понял вас. Я понял вас. Ладно, всего доброго. До свидания. Понял. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok